Приветствую вас. Прочитав ваш вопрос, я, если честно, не очень понял, почему вы задаёте его в раздел, значит, психология. Ибо вам по-хорошему надо бы задавать свой вопрос в раздел медицины, потому что вы не описываете практически ни одного психологического момента. То есть, кроме того, что вы говорите, что вам необходимо взять себя в руки. Вот, кроме этого факта, больше я не увидел ничего такого, что, значит, указывало бы на психологическую природу вашего состояния. Да? Давайте будем откровенны. Вы не написали чего хотите. То есть, вы не поставили чёткий запрос. Вы пишете, как взять себя в руки, даже без знака вопроса. То есть, не знака вопроса. Просто, как взять себя в руки. И всё. Понимаете, какая история? Чтобы ответить вам на вопрос, как взять себя в руки, нужно понимать, с чем мы имеем дело. Вот, лично я не понимаю. Да, мой коллега описывает, что это может быть проявление зажитных реакций, что это может быть следствие ваших переживаний в прошлом и так далее. Да, это правда. Но, исходя из того, что написали вы, да, вот вы пишите, я домохозяйка нигде не работал. Вот, вот вы домохозяйка, то, что вы домохозяйка и то, что вы нигде не работаете, это был ваш выбор или выбор вашего, ну, вашего мужа или мужчины и так далее. Знаете? Вообще, похоже просто на то, что вы элементарно отвыкли от какой-либо нагрузки. То есть, вы всё время дома, да, никуда не выходите, своих интересов у вас нет, и поэтому, соответственно, тело немного ослабло. Вот. Вот, в принципе, это то, что вижу я. И как психолог, да, я могу сказать только, а вот вы сознательно выбрали себе такую роль, ну, домохозяйки, да, вот сознательно вы выбрали для себя возможность, значит, ну, не работать. Да, и сидеть дома, и, собственно, не заниматься никакой физической нагрузкой. То есть, нет. Конечно, понятно, что вы женщина, и понятно, что физической нагрузки у вас быть и не должно может быть, это правильно. Но момент здесь, на самом деле, немножко другой. То есть, вы же можете заниматься и спортом, вы можете заниматься и хобби, вы можете чем-то ещё заниматься, а вы, судя по всему, ничем этим не занимаетесь. И вопрос заключается только в том, по какой причине так? То есть, это добровольно у вас происходит или нет? Если это не добровольно, то вот вам, собственно говоря, и причины того, почему вы себя так ощущаете. Вот они, эти причины. Если вы не добровольно выбрали такое вот проживание, да? Вот, это был какой-то конфликт, это было какое-то подавление, это было какое-то, это было, в общем, решение не за вас, и, возможно, это часть вашего сценария. Да? То есть, опять же, вы говорите, как взять себя в руки, а как взять в руки себя, в каком смысле? Как взять себя в руки для чего? Чтобы что делать? Понимаете, какой аспект? Вот. И это абсолютно не ясно, исходя из того, что вы, собственно говоря, ну, написали. Вот. То есть, определитесь, пожалуйста, именно с целью. Цель ваша, она какая? Именно цель. Чего вам хочется? Что вам нужно? Чего вы желаете? Понимаете? Вот. Может быть, вы тяготитесь с такой вот жизнью. Может быть, может быть и тяготитесь с такой жизнью. Но, тогда, если вы тяготитесь с такой жизнью, то вы же понимаете, что с этим нужно что-то делать. С этим нужно как-то разбираться. И весь вопрос заключается в том, как вы будете с этим разбираться. То есть, определитесь сперва со своими задачами, которые у вас, ну, безусловно, есть. Вот. Проанализируйте какие ваши самые любимые чувства. Да? 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 То есть, то есть, какие чувства вы испытываете чаще всего? Чего вы хотите чаще всего? Нравится ли вам быть домохозяйкой? Да? И так далее. Вот. То есть, подумайте, подумайте, подумайте обо всем, обо всех этих вещах. Это, на самом деле, очень важный момент для вас. Если вы хотите, значит, ну, разобраться с этими аспектами, вот, по-другому, к сожалению, не получится. Разобраться. Никак. Вот. Подумайте, соответственно, об этих моментах, подумайте, соответственно, на эти все темы, вот. И, значит, соответственно, будет лучше, если вы уже, вот, от этого и будете исходить. Да? То есть, будет лучше, если вы будете исходить из того, чего вы хотите, и что вам нужно. И уже в результате этого придете к тому, что вы понимаете под фразой «взять себя в руки». Понимаете? Что-то вы видите, что у вас крутится голова. Ну, это, знаете, я бы сказал, что это скорее даже, как проявление, опять же, физического, медицинского недуга. Да? То есть, вы здесь питание, говорите по режиму, все витамины получаете, вес зачем-то приводите, рост приводится, сил нет. Может быть, у вас депрессия. Но для этого нужно анализировать ваше, ну, проживание в, собственно, в доме, где вы живете. Да? Для этого нужно анализировать вот это все. Оп! Знаете? Так, так, я думаю, вам, ну, нужно хорошо к терапевту обратиться хотя бы просто по медицинским вопросам. Если там все будет чисто, то тогда уже, наверное, к психологу на обследование, на анализ, на составление своей биографии и на выявление каких-то, может быть, скрытых конфликтов, скрытых каких-то проблем и так далее. Все это вполне себе, реально, все это вполне себе серьезно, потому что ненормально, когда женщине 34 года, да, у нее нет сил, она не может ходить. Вот, голова крутится и давление падает. Вот. Тут мне не очень понятно, почему вы этот вопрос задаете в раздел психологии, а не медицины. Вот. Ну, может быть, вы и задали его в раздел, в раздел психологии. Вот. А вот этот раздел медицины уже не знаю. Тем не менее, вот так вот, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Проанализируйте свои отношения с мужем, с родными, со своей жизнью. Так ли она складывается, как вы хотите или нет. И об этом можно будет поговорить с психологом на консультации. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok